Я с удовольствием приглашаю первого гостя. Это шеф-редактор, ведущий YouTube-канала «Ходорковский лайв» Дмитрий Иловский. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Да, добрый день. Ну вот давайте сначала пройдемся по параду, да, как бы отчитаемся, ну а потом вот подумаем, что такое 9 мая сегодня. Итак, в ходе показательного парада к 9 мая Путин заявил, что против него воюет весь мир. По его словам, цель противников России, конечно, речь о Западе, добиться распада и уничтожения Российской Федерации. Давайте посмотрим видео. ...спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Ну и сразу посмотрим еще одно видео тоже. Значит, а, ну это фотография. Кроме этого, Путин объяснял, что любая идеология превосходства отвратительно, преступно и смертоносно. Вот так он и сказал. Ну и тут, конечно, вспоминаются некоторые его из предыдущих заявлений. Россия самая мощная держава, армия Российской Федерации тоже самая мощная держава. Далее по списку, ну, чем не превосходство. Ну вот, Дмитрий, вы человек молодой или, так скажем, относительно молодой. Вы, конечно, в советские времена не застали, но поверьте мне, там очень серьезно относились к этому празднику. Это был один из главнейших праздников Советского Союза. Причем, что интересно, что это был не коммунистический праздник, в общем, а настоящий. Вот эти вот люди, которые воевали, они ходили по улицам, они собирались в сквере Большого театра. Ну и вот до чего мы дошли. Так до чего мы дошли в празднование 9 мая, как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что очень быстро страна прошла путь от пилоток на 9 мая до беспилотников на 9 мая. Они заигрались в патриотизм и заигрались в эту великую идею, которую захотели как будто сделать национальной идеей, идеей Великой Победы. Которую, конечно, к этому году уже все меньше и меньше ветеранов остается. Те, которые были на войне, те, которые помнят те события. И, конечно, говорить о том, что это какая-то память, которая вот есть у нас и есть у всех, и мы гордимся нашими дедами. Ну, это очень непонятно. Вы знаете, вот если немножко со стороны посмотреть на это, как можно гордиться тем, к чему ты, по сути, отношения никакого не имеешь. При этом, конечно, это невероятно важный день для меня, для моей семьи. И я сегодня утром списывался с мамой, и я задал ей вопрос. Мам, как мы поздравляем друг друга или как вообще, или что? Потому что, признаюсь, у меня на какое-то время оказалась чуточку вот сбитая оптика. Надо было ее протереть. Мама говорит, ну, конечно, поздравляем. А как иначе, сынок? Нас забрали многое. Нас забрали страну, нас забрали нашу привычную жизнь, у нас забрали наши права, наши свободы, наши привычки. И заберут еще черт знает что. Но, наверное, память и вот этот праздник забрать невозможно, нельзя и не получится. И никогда у них этого не выйдет. Это то, что есть у нас, и то, что касается нашей памяти. И это какая-то совсем была бы, наверное, антиутопия, если бы к нам в мозг еще смогли бы залезть и оттуда как-то какими-то сколковскими нанощипцами и лазерами выпилить те терабайты, которые у нас есть по поводу этого дня. Нет, я все-таки хотел бы уточнить у вас. Вот лично вы воспринимаете этот праздник как, вернее, как, не праздник, потому что это подсказка как бы. Ну, праздник для кого-то, не праздник. Вы воспринимаете этот день как символ чего? Этот день, вы знаете, это день семьи, наверное. Это день памяти предков. Это день моей связи с моими дедушками и прадедами. Я, к сожалению, не застал ни одного из своих дедов. Но родители говорят, что я очень похож именно на них. И для меня это повод всегда проспрашивать у родителей про них. Для меня это повод вспомнить, посмотреть фотографии какие-то, узнать что-то больше, освежить как-то в своей памяти. Мы где-то, вот, наверное, примерно в эти даты, когда я жил в России, наверное, чуть пораньше, ходили на кладбище все время с мамой и упирались на кладбище. Ну, это отдельная какая-то традиция. Но вот так получается, что это все где-то там обычно с интервалом, ну, может быть, 2-3 недели. И как будто это период целый, как будто это несколько дней, когда ты можешь погружаться в это, когда ты можешь узнавать что-то, вспоминать и так далее. И мне кажется, важно тут не просто знать историю, помнить даты, знать там ход сражений, когда переломилась война, когда были ключевые какие-то баталии. Важно знать конкретно про наших предков. Вот вы знаете, например, в Исландии каждый пацан помнит свою родню там до 11 века. Если он не помнит вот эти там 15 коленей, он просто лох, с ним не здороваются и над ним смеются и так далее. У нас, к сожалению, ну, наверное, неправильно экстраполировать на нас, на всех, но я думаю, у меня и у многих моих друзей и представителей моего поколения, миллениалов, да, давайте так скажем, есть большой разрыв в поколениях, и нету памяти, и нету понимания того, что было, что важно, и как это все вот одно к другому пришло. Поэтому, вы знаете, это праздник, но это очень интимный праздник, это очень личный и очень частный, и, наверное, это очень семейный. То есть, который, я бы не стал выносить его куда-то в паблик, хотя, конечно, в соцсетях, наверное, это было бы полезно писать об этом, говорить об этом. Но ребенком, вы знаете, я помню, мы с отцом ходили в салют смотреть все время. Папа рано приспал в своем параде, и сейчас такого нету, и это тоже отдельная какая-то воля, и тоже жаль. Хорошо, давайте перейдем, собственно, к параду. Наверное, какие-то картинки оттуда вы видели, может быть, видео видели. Ну, в общем, это какой-то очень странный парад был. Сегодня, прежде всего, по технике, единственным танком на параде стал советский Т-34. Ну, все видели один танк, на самом деле, там говорят, что было три таких танка. То есть, они схитрили, вместо того, чтобы показывать современную технику, они как бы показали, ну, вот это вот была война, вот там был танк Т-34, вот, значит, он сейчас едет по площади. Значит, по данным «Медузы», вот это вот были танки Т-34-85, выпущенные в Чехословакии в 50-х годах. Ну, и вот, так сказать, вот такой вот парад. Давайте посмотрим фрагменты. Продолжение следует... Войны было выпущено свыше 35-ти тысяч тридцать четверых. Команды... Хочу сказать... Ну, во-первых, вот сейчас, когда в конце проезжал танк, то у ГУМа стояли тысячи людей. Сейчас у ГУМа стоят только в этой части. Зритель только здесь. Потом вторую вещь, которую я заметил, это как Путин жал руки ветеранам. Как всегда, одна какая-то женщина там и несколько таких старичков. Ну, я не буду сейчас заниматься ерундистикой, подсчитывать, сколько им должно быть лет и когда они начали воевать. То есть это просто, наверное, все эти люди какие-то грузины или кто-то, которые живут по 200 лет. Понимаете? Или там итальянцы. Вот такая вот история. Ну, и, конечно, лидеры государств, которые пришли. Вот, например, Украина, она заявила такой... Я даже, кстати, вам прочитаю. Это очень интересно. Они не решили это дело забыть. Значит, сейчас вам скажу. Украина рассматривает участие семи лидеров стран СНГ в военном параде в Москве как аморальный и недружественный шаг в отношении Киева. Ну, я бы вторую часть, недружественный шаг, в конце концов, им до фонаря. Вот аморальный – это другое дело. Почему? Ведомство ответило, что политики приняли приглашение Владимира Путина, ордер на арест которого ранее выдал суд в ГАГе. Ну, и вот это вот все. Действительно, мне очень интересно вот эти вот лидеры стран СНГ, которые приехали, ручкаются, ходят с международным преступником. Значит, в их понимании, неважно, они реально так понимают или так необходимо, он никакой не международный преступник и вообще все нормально. Так получается. Ну, вы знаете, тут, наверное, сложно очень обвинять лидеров этих стран, потому что все они так или иначе очень сильно зависят от России. Я видел в Телеграме такие довольно издевательские сообщения от коллег. Вот интересно, а вот как Пашиняна пытали, чтобы он все-таки согласился поехать на парад? Да я думаю, никак его не пытали. Я думаю, что ему сказали несколько суперпростых и ясных вещей, которых боится и Пашинян, и каждый, собственно говоря, житель Армении, которые сейчас там находятся. Например, что мы отводим миротворцев. Например, если Баку решит на наступление, решится на наступление в Арцахе, ну, мы, так сказать, закроем на это глаза. Например, мы знаем, что вся энергетика, топливо, газ в Армении тоже напрямую зависит от Российской Федерации. Да, слушайте, ну, еще миллион причин от экономических санкций, там, да, там, я не знаю, какой-нибудь Роспотребнадзор найдет в армянских помидорах или сухофруктах какого-нибудь жучка. Вот все, пожалуйста. Вплоть до, там, я не знаю, запрета на работу, на выход, там, из-за экономических соглашений. Вы видите, ведь все в последний момент согласились, кроме, там, одного, по-моему, лидера. Ну, мне кажется, это о чем-то договорит. Буквально, там, вчера накануне, вот вчера вечером появлялись сообщения о том, что этот приедет, тот приедет. То есть, видимо, это до последнего или шли какие-то торги, или шли договоренности, или не было принято какого-то ясного решения. Мне кажется, сейчас очень... Я супер понимаю позицию украинцев и позицию непосредственно президента Зеленского. Но мне кажется, что надо попробовать понять и тех людей, чьи народы, чьи нации зависят сейчас напрямую от России. Ведь, вы понимаете, если Россия решится на эскалацию, то в Армении то же самое, да, то Армения получит такую ситуацию, как вот Украина, считаю, да. К тому же она окружена там Азербайджаном, рядом Турция, которая тоже там не очень любит Ереван. В общем, политика, что тут скажешь, сложно их осуждать. Я думаю, что мы в конце, в конце все-таки узнаем, на что там давили, что предлагали, как выкручивали руки. Это все будет очень интересно, это все будет очень любопытно, и это все будет гораздо более полно описывать нам картину путинизма. Ну, понимаете, есть такое, можно понять, но не простить. Или наоборот говорят иногда, можно не простить, но можно понять. В данном случае, вот если посмотреть с другой стороны, что, собственно, произошло, то вот эти вот все ребята, которые приехали, и, кстати, вы преимущественно говорили про Армению, да. Но, между прочим, я вам напомню, что в том году, в предыдущем, был только один лидер, я уже забыл, какой там, приехал, и он стоял рядом с Путиным. А сейчас Путин нажал на все клавиши, и эти люди прогнулись. И, по сути, для чего это ему нужно было, вы же понимаете, для того, чтобы показать, что он не изгой. Вот стоят лидеры наши, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, вы сейчас объяснили, почему их надо понимать. А я говорю, что мне их очень трудно простить, потому что задача лидера любой страны – сделать страну по-настоящему независимой. И там были лидеры действительно независимых стран, понимаете? А Алиев вообще позволил себе не приехать. Но это так, не для спора, понимаете? Потому что, действительно, они люди государственные. Но, в общем, я могу сказать, что Владимир Владимирович добился своей цели. Он не стоял одиноко, как я это ожидал. И для меня это очень плохо. Потому что он говорит, вот у меня есть своя компания, без вас я обойдусь. А то, что он говорил, что без вас я обойдусь, это он сказал в своей речи. Идем дальше. Значит, там был такой момент, какой-то хлопок был на Красной площади, и он напугал Путина и сопровождающих его вот этих лидеров ОДКБ. Ну, не сказал бы, что Сибирь. Он сильно напугал, но, во всяком случае, костюмчик поправил. Ну, как вы считаете? Ну, мы про это-то говорить не будем. Там он испугался, не испугался. Вопрос не в этом. Чувствует ли себя Путин, на ваш взгляд, сейчас уверенно? Ну, я думаю, что сложно чувствовать себя уверенно, когда ночью в твой офис, или, может быть, даже в твое жилище, вдруг ни с того ни с сего вылетает некий беспилотный летающий объект. Мне кажется, что, знаете, мне понравилась теория такая, что вот все эти несчастные лидеры государства собрались вокруг Путина, чтобы играть роль такого живого щита. Об этом чуть ли не про кремлевских плитовок Марков, кажется, говорил. Да, Марков вчера написал, да. Ну, это правильно, но так оно и есть. Да, вы знаете, у Маркова, на самом деле, как бы к нему не относиться, но через раз бывают очень здравые мысли, которым удивляешься, но, как вы знаете, в конце прошлой зимы мы все поняли, что оказались правы все городские сумасшедшие, поэтому Маркову, видимо, отныне можно доверять чуть больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Разве вам эта мысль без Маркова в голову не приходила, что эти люди рядом будут стоять и не будут же украинцы там бросать какие-то бомбы на лидеров других стран? Для этого Марков нужен. Я думаю, что тут не шла речь о том, чтобы сбрасывать прям бомбы на территории Кремля. Мне кажется, тут было что-то такое вроде, если подразумевалось что-то, то было что-то вроде троллинга. Какой-то, знаете, такой вот тоже дрон, не очень боевой. Не-не-не, вы меня не поняли, прошу прощения. Я говорил сейчас не про тот дрон, который упал на купол. Я говорил, что он их взял как прикрытие. Вы сказали, что у Маркова оригинальная мысль. Но вообще эта мысль пришла мне, например, месяц назад, а вам, наверное, еще два месяца назад, что так будет. Поэтому для этого Марков не нужен. Матвей Юрьевич, приятно получать подтверждение своих мыслей из противоположного лагеря. От Маркова. От Маркова. Да. В Питере. Идем дальше. В Питере на телевидении парад Победы почему-то прошел под украинские песни. Давайте послушаем. Взломали очередную сеть и сделали пародию на это дело. Пародию на это дело, да. Да, да, да. Ну, давайте не только замыкаться на вот этих вот парадах. Все-таки отметим, что их отменили во многих городах. Не так ли? Да, действительно. И до последнего не было понятно, будет ли парад в Москве, на самом деле. Потому что накануне говорили, что были такие разговоры, слухи им сайда, что, может быть, и вовсе парад отменить. Да, может быть, Путина там не будет. И перед началом парада одна из основных интриг была, покажут ли нам, собственно говоря, президента. Знаете, интересно еще, вот если вернуться на пару секунд на Красную Порщину, Путин опять сидит, он все время сидит, принимая парад. Ну, как бы это ни один лидер ни одного государства никогда не принимает парад силе. Это неуважение к военным, это неуважение к людям. Это, ну, это низко. Вы знаете, по-моему, даже, я боюсь сейчас соврать, Брежнев за несколько дней до своей смерти принимал парад. Это ноябрьский тогда парад был, соответственно, какого-то там 7 ноября. По-моему, его не стало где-то в десятых числах, но наши зрители нас поправят. И он стоя, стоя, старик дряхлый принимал парад. Это был ноябрь, это холодно, это не месяц май. Но, слушайте, Брежнев, я думаю, как бы мы к нему не относились, это был военный. А Путин, конечно, таковым не является, каковым не является и, на самом деле, Шойгу. И еще на одну деталь я обратил внимание. Они ведь не возлагали цветы к монументам городов-героев. Помните, такие есть тумбы большие у Кремля. Ну, это понятно почему, потому что там есть Киев. Да, вы совершенно правы, есть Киев, есть Одесса, насколько я помню. В прошлом году, по-моему, такое издевательство, такое кощунство было. Вот в этом внесли некоторые правочки, некоторые изменения в протокол. Хорошо, давайте теперь поговорим о путинской идеологии, которую он в своей речи, так сказать, ну, излагая ее в нескольких предложениях. Итак, сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже. Следующее. Против России развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Следующее. Во всем мире русофобия. Следующее. Цель Запада добиться уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему международного права. Ну и последнее. Как обычно, украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима его западных коллег. Ну, знаете как, я вспоминаю молодость, потому что вот таким языком разговаривала программа «Время». Но вот из этого всего набора, как бы, вот что меня заинтересовал. Вот этот пункт. Цель Запада добиться уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему международного права. Добиться уничтожения России. Вот это вот очень интересно, что война, которая началась в Киеве за три дня, вдруг добиться Запад, добиться уничтожения России. И самое интересное, что никто, ну вот кроме там оппозиции, кроме тех, которые уехали, не задает вопроса, а как ты, чудик, довел страну до такого состояния? Как это? Вот что это такое произошло? Ты ж полез... Ну, правда, половина россиян уверены, что Украина напала на Россию, но это бог с ними. Вот. Вот какая идеология путинская? Как вы ее ощущаете? Ну, для начала я бы, наверное, отметил, что Путина уже неинтересно. Он повторяет одно и то же. И на самом деле даже по словам, которые он выбирает, по терминам, понятно, что как-то ему это уже все надоело. Ему... Вот у него было летом несколько выступлений, там, по-моему, был Балдайский форум, еще что-то. И вот там у него прям было поле, где разгуляться можно. Здесь ведь формат как-то не его, то есть он уже короткими жанрами, клиповым таким мышлением себя уже не видит. Ему нужна большая платформа, ему нужно там от полутора часов две академические пары минимум, чтобы высказаться. Но в целом, вы знаете, мы, я помню, в том году очень следили и ждали речи Путина, и ждали, что он, может быть, объявит войну, может быть, закроет границы, может быть, что-то такое скажет. Я знаю, что некоторые люди даже боялись включать тем утром какие-то там свои гаджеты и открывать новости, читать социальные сети, потому что были уверены, что вот сейчас там начнется, ну, какой-то принципиальный будет новый эпизод. На самом деле, в этом году уже никто ничего не ждал от Путина. Ждали в этом году от украинцев, конечно, но точно не от Путина. И, собственно говоря, мне речь показалась неинтересной. И, наверное, главный ее итог – это то, что Путину она тоже показалась неинтересной. Ну, то, что Россия в кольце врагов, да, есть такое. То, что переписывание истории. Тут это, кстати говоря, довольно интересно сочетается с нарративом, который появился в псевдопатриотических, давайте так скажем, вот этих Z-каналах. Многие сейчас пишут и отправляют открытки какие-то на WhatsApp, знаете, которые расходятся с мыслью о том, что не позволим переписать победу, не позволим отдать право на нее американцам, англичанам. Это наши. Мне даже, вы знаете, в WhatsApp попалась такая картинка. Картинка с красным знаменем над Рейхстагом и подписью. Давайте все запостим это в Facebook. Facebook задолбается это удалять. Мы, типа, победим. Вот такая у нас война, значит, гифками, картинками и так далее. Почему Facebook должен это удалять? Кому там это вообще важно? Зачем? Что? Но, видимо, это черной нарратив, который сейчас к 9 мая достали, встряхнули с него пыль, не позволим переписать историю. В целом, наверное, тоже ничего нового, вы знаете. Ну, да. Давайте вот как бы у нас осталось там три минуты. И давайте как бы с вами вот закончим эту тему. Парада. Ну, или вернее, ну как сказать, парада как элемента пропаганды, что ли. В российском Ивангороде установили огромный экран в сторону эстонской нарвы. Хотели показать эстонцам, как РФ отмечает 9 мая. В Эстонии уже ответили, разместили на стене Нарвского замка плакат с изображением Путина, на котором написано, что тот является военным преступником. Вот это, как вы сказали, понимаете? Ну, это очень смешно. Нарва абсолютно русский город, понимаете? Но поэтому они своим же будут показывать, как празднуют 9 мая, как едет один танк Т-34 или три штуки. В общем, как бы не знаю, что будет через год с парадом. А что будет через год, как вы считаете? Ой, слушайте, я стараюсь не думать, во-первых, в такой долгой перспективе. Во-вторых, я стараюсь избегать вопросов, которые касаются конкретных временных каких-то дат, промежутков. Страшно, страшно говорить, страшно планировать. Конечно, хочется, чтобы все было по-другому, чтобы все было не так, как сейчас. Но когда ты об этом задумываешься, у тебя начинается уже мышление, как будто начинает под это подгонять реальность. И важно сейчас не заблудиться, не запутаться, оставаться с холодной головой, не искать лишний раз двойников Путина, где их нету, не прислушиваться к его кашлям и сохранять веру в себя и друг в друга, в людей, которые близки по духу, по разуму, по сердцу. И быть поддержкой для нас всех. У нас, на самом деле, нас всех очень много. Извините, у меня такая проповедь получилась, но я просто очень не хочу на вопрос... Почему проповедь? Вы высказываете своё мнение, как вы чувствуете. Это вот вы поколение, вы россиянин, который находится за границей, который... Это смешанные, понимаете, это смешанные чувства, это всегда интересно. Это... Тут вот я, если мы уже говорим про удивительные вещи, то вот я вам прочитаю. Значит, пишет одна девушка про своих знакомых. Знакомая, которая сбежала со всей семьёй в Сербию после объявления мобилизации, выложила видео. Её дочь в военной форме с георгиевской лентой на груди рассказывает патриотический стих. Бежали они с двумя чемоданами, как она писала. Но форму тварь не забыла. Вот, понимаете, вот так такое бывает. Форму не забыла. И причём я доверяю этому человеку, который написал. Спасибо вам большое. Я желаю, Дмитрий, успехов вам. Спасибо вам. И поздравляю вас. Я не говорю 9 мая. Поздравляю вас с Днём Победы. Я надеюсь, что, как пишет здесь мой приятель один, которого я глубоко люблю и уважаю, что настоящий День Победы ещё впереди над фашей. Да, с этим сложно не согласиться. Спасибо на поздравление. Я поздравляю и вас, и вашу замечательную аудиторию. Спасибо, что позвали. Всегда приятно. Спасибо.